Вы смотрите передачу реновации новостройки Москвы. Мы с вами на Старопетровском проезде. Вот здесь когда-то находились корпуса большого завода чугунно-литейного имени Войкова. Вот сейчас тут находится центр Метрополис, ну и всякие другие офисные строения здесь. Вот это все были здесь цеха большого чугунно-литейного завода имени Войкова, который, ну, между вот как раз Старопетровским проездом и Ленинградским шоссе. Ну и вообще здесь была промзона, промзона Братцева. Вот эту всю сторону занимала этого проезда, там между Железной дорогой и как раз вот этим Старопетровским проездом. Ну, она по одну сторону Железной дороги была и по другую. Сейчас эта промзона фактически уже упразднена, ее больше нет. Ну, по сути, как бы она на карте еще присутствует, да, но здесь вот был, кстати, вне полиграфии, по-моему, институт находился. Вот. Ну, то есть на карте она как бы есть, но, по сути, ее уже, в общем-то, во многом нет. Этой промзоны Братцева ничего фактически уже не работает. Ну, а раньше этот вот завод имени Войкова, в частности, выпускал радиаторы отопления, и вот даже до сих пор по другую сторону Ленинградского шоссе есть три радиаторские улицы, которые как раз именно в честь радиаторов отопления названы, чугунных. Ну, и там, соответственно, многие тоже рабочие этого завода жили, как и здесь вот в окрестностях, в том числе и на Старопетровском проезде. И на этом проезде всего девять жилых домов, и из которых будет снесено два жилых дома в реновацию попало, которые находятся, в общем, ближе туда уже к концу проезда. Вот, в основном дома здесь новые, построенные на месте бывшей промзоны Братцева. Вот. Которая, как я уже говорил, здесь как раз вот находилась, на этой территории. Ну, вот эти во многом, ну, это самые, это реконструированные и заново построенные корпуса, уже в основном, которые сейчас занимают всякие офисные здания, многофункциональные центры, ну, а когда-то тоже здесь вовсю была промышленность. И по этой стороне тоже в основном были промо-предприятия, сейчас все заводы железобетонных изделий, а также деревоорабатывающий комбинат. И, собственно, к этим предприятиям со всех сторон подходила железная дорога, как раз она шла там с железнодорожной станции Братцева вот оттуда, и как раз вот здесь пересекала, там чуть подальше, вот этот Старопетровский проезд. Ну, а вот мы видим, здесь идет строительство нового жилого комплекса, вот все огорожено, видите, здесь жилого комплекса «Балтийский». Здесь находился стадион «Зенит» еще год назад, вот, этот был завод, этот стадион был от завода «Авангард». Вот, он возник еще в начале 40-х годов, ну, собственно, он был ровесником этого завода «Авангард». «Авангард» работает, завод, он там дальше находится в конце Старопетровского проезда, между улицей Лары Цеткин и Старопетровским проездом. Ну, так вот, «Авангард» работает с 1342 года, и где-то с тех пор как раз вот и здесь вот этот вот стадион находился, «Зенит». Ну, его сначала «Авангард» называли, ну, а потом, соответственно, назвали «Зенит». Вот, ну, последние годы уже забота фактически от него отказался, ну, наверное, как от какого-то уже такого коммерчески невыгодного актива. Все здесь, кстати, гаражи, которые, наверное, тоже будут сносить, ну, в промзоне, как часто. Вот, и как раз вот здесь вот шла железнодорожная ветка, вот, мимо гаражей как раз вот здесь она выходила. И дальше туда шла вот к новым домам, где сейчас построены вот новые дома, мимо стадиона как раз. И дальше туда вот там находился, много большой территории занимал завод железобетонных изделий и деревоорабатывающий комбинат в основном. И вот на месте этих заводов сейчас построены вот ныне новые дома в 2000-х годах. Вот. Вот они как раз дома за вот этим паркингом. Ну, паркинг тоже был построен, эти дома как раз вот на месте этих заводов. Они были построены в 2000-х годах. Так что застройка тут уже в основном новая на Старопетровском проезде. Из старых осталось только три дома из советской постройки. Вот. И вот как раз вот здесь видите территория бывшего стадиона «Зенит» от завода «Авангард». И вот «Авангард» от этого стадиона уже довольно-таки давно отказался. Ну, и здесь просто проводились разные спортивные соревнования. Вот. По разным видам спорта. В частности там по двоебурью, там по спортивной борьбе и так далее. Ну, и всякие тоже в аренду сдавались, всякие под офисы, в том числе и под автосервисов много здесь было. Всяких там таких каких-то мутных организаций. Парковка была прямо на стадионе. Ну, не около стадиона, прям тоже парковались машины здесь, большая была парковка. Вот. Ну, и видите, весной прошлого года, то есть около года назад все тут снесли. Все последние строения, которые остались на этом стадионе «Зенита». И видите, уже вовсю идет стройка домов жилого комплекса «Балтийский», который будет состоять из трех домов по проектной декларации, высотой 22 этажа. И хотят его построить где-то во втором полугодии следующего 2021 года. Вот. Ну, и, если так, конечно, все будет нормально, видите, уже вовсю строятся дома, вполне могут успеть, тем более, что сейчас стройка идет довольно-таки быстро. Вот. Ну, и цена будет достаточно такая кусачая. То есть, допустим, однокомнатная квартира, ну, примерно будет стоить в районе 9 миллионов, даже дороже. И квартира, в принципе, не такая уж и большая, то есть это где-то около 40 метров, даже меньше. Ну, двухкомнатная, соответственно, уже где-то около 14 миллионов рублей. Ну, студия, даже студия, то будет стоить где-то в районе 7,5 миллионов рублей. Ну, то есть довольно-таки дорого. То есть это такое же, где-то раз в два нанот дороже стоимость квартиры, чем в среднем, наверное, по Москве, в таких вот спальных районах, где-нибудь в старых домах. Ну, не в центре, конечно, но так. Так что, вот видите, это все территория Бла-Стадиона там находилась. Между четвертом Новоподмосковным переулком и как раз Старопетровским проездом. Ну, это вот, видите, уже новые дома, тут разные 12-этажные, 14-этажные, такие вот высотные. Они были построены в 2000-х годах. Как раз вот на месте вот здесь находились вот завод ЖБИ и деревообрабатывающий комбинат. Вот. Ну, естественно, ясное дело, что никто эти дома сносить, конечно же, не будет. Это понятно. Ну, а мы сейчас идем, собственно говоря, к тем домам, которые... К двум домам, как я сказал, да, из девяти, которые числятся по этому Старопетровскому проезду, которые попали, собственно, в реновацию. Ну, и вот, собственно, показались вот эти дома. И вот первый дом, общежитие, сохранившееся с 30-х годов. Вот оно. Одно, Ром-12, корпус-3. Вот. Было построено оно в 1933 году. Вот это общежитие. И, соответственно, попало, ну, конечно же, в реновацию. Видите, в каком состоянии находится дом. Весь черный. Там, говорят, прям тоже и грибок, и все гниет. Полы даже гниют. Износ этого, этих домов, вот, из старых, составляет, ну, около 80% на сегодняшний день. Это 70-80%. Ну, то есть, очень много, конечно. Видите, в каком они состоянии. Проводка тоже там очень плохая. Искрит. Все, конечно, очень печально. Даже, говорят, в этих домах ванн нет. Даже ванной комнаты. У них тогда же на кухне оборудовали там что-то под ванну. Вот. Ну, естественно, все. И плесень там, конечно, есть. И все такие вот прелести таких домов. Ну, и кроме того, это, конечно, коммуналки. То есть, эти дома, их всего было раньше шесть таких подобных домов. Вот. Сейчас осталось только два дома, которые попали вот как раз в реновацию. Единственные на этом проезде. Раньше было шесть домов таких. Это были общежития от завода «Авангард», который как раз вот там находится. Вот. Как я уже говорил, между Старопетровским проездом и были с Экларой Цветкин. Вот. Ну, и по тем временам, в 30-х годах, это считалось прям, можно сказать, чуть ли не фешенебельное жилье. Ну, по сравнению там с казармами, да, с какими-то бараками вообще, в которых люди жили. Ну, тут еще просто, можно сказать, хорошо было жить. Ну, сейчас, конечно, это ни в какие ворота не лезет, и никаким нормальным стандартам этот дом не соответствует. Итак, это 12 корпус 3. Вот. Ну, вот, Старопетровский проезд как раз поворачивает туда, в сторону завода «Авангард», он вот там находится. А это вот уже новые дома, тоже построены на месте снесенных этих вот общежитий, этих страшных домов. Вот. Ну, что понятно. А вот, кстати, видите, вот эта пятиэтажка, вот, она, конечно, построена была попозже, чем эти общежития, вот, уже в 50-е годы, вот, уже она имеет номер 12, только корпус 7, это вот корпус 3, а это корпус 7, вот этот вот пятиэтажный кирпичный дом. Она вот в реновацию не попала, но она, конечно, была построена уже не в 30-е годы, я сказал, что в 50-е годы, вот, в 58-м году. Ну, вот видите, такие дома часто попадают, а вот эта вот пятиэтажка, она не попала. Вот еще она осталась, пятиэтажка, видите, всего тут три дома пятиэтажных по Старопетровскому проезду. Ну, и вот, видите, эти страшные общежития, конечно, попали в реновацию, но вот этот дом не попал. Вот так вот, интересно. Ну, сейчас посмотрим еще один последний дом. Так, такая система. Итак, смотрим еще раз. Вот это 12-й корпус 3, дом 1033-го года постройки. Вот там, очевидно, до сих пор по нескольку семей живут в одной комнате. Видите, какие страшные окна. Все это, конечно, все еще трубы, все старое. Итак, 12-й корпус 3. Ну, и рядом его близнец, дом 12-й корпус 6. Вот, точно такое же общежитие. Раньше таких, как я уже говорил, было 6 общежитий. Сейчас, видите, а сейчас осталось только корпус 3, корпус 6, только 2 всего. Вот. Ну, это дом уже по 6-му. Ну, в подмосковном переулке он, кстати, в реновацию не попал, между прочим. Вот, это вот пятиэтажка хотя. Вот, ну, а нас интересует вот тот самый дом. Видите, страшный тоже дом, 12-й корпус 6. Тоже бывшее общежитие завода «Авангард». Ну, сейчас вроде как оно уже не принадлежит заводу «Авангард». Ну, по сути дела, может быть, тоже является общежитием. Ну, по крайней мере, там вроде коммунальные квартиры в основном тоже. Видите, какой страшный дом. И, конечно же, он попал в реновацию, это понятно. Балконы вообще, конечно. Полный улет. Говорят, и полы там проваливаются. Ну, это вообще было построено в 1931 году. Еще даже раньше, чем тот, 1933 года. Красный дом. Даже не знаю, как его назвать, какого он цвета. Какой-то черно-серый какой-то. Вообще ужас какой-то, конечно, да. Как люди живут в таких условиях, это, конечно, ужасно. Вот. Ну, естественно, что его снесут. И почему его до сих пор не снесли, конечно, вызывает большие вопросы. Совершенно непонятно. Ну, это был такой вот рабочий поселок для рабочих вот при вот этом вот заводе авангард. Таких поселков в то время было довольно-таки много. И вот, смотрите, по контрасту, смотрите, современные дома. Вот. Построены уже в 2000-е годы. Вот. В основном 12-14 этажей. Видите, как. Ну, даже вот эти пятиэтажки еще 50-х годов тоже выглядят по сравнению вот с этим домом, конечно, чуть ли не это самое, не раем на земле. Вот так вот. Все поздается в сравнении, да. Вот еще тоже домик новенький, но это уже по шестому новому подмосковному переулку. Ну, давайте посмотрим еще с лицевой стороны. Видите, он как раз выходит своим фасадом на шестой новый подмосковный переулок. Ну, а чистится этот дом, как я уже сказал, по старопетровскому проезд 12, корпус 6. Ну, вот, пожалуйста. С одной стороны. Тоже понятно, да? Все. Собственно, два дома, которые здесь вот на старопетровском проезде попали в реновацию. Ну, и посмотрели мы новостройку, да, жилого комплекса «Балтийский».